Интересно, как чувствует себя сапёр, который выбирает между синим и красным проводом. Наверное, так же, как и мы, когда принимаем решение сказать горькую правду или промолчать. Мы выбираем, зажмуриваемся и ждём, рванёт или нет. Блин, когда вы уже уйдёте, спать невозможно. Работаем до последнего, клиент. Вот ты что здесь делаешь? У меня ещё заказ, делайте нам по-бургундски. Ага. Они не офигели? Два часа ночи. Вот мне очень интересно, кому это там не спится? Скажи им, что кухня закрыта. Ого! А это для них, что ли? Чё ж ты сразу не сказал, клёвые? А я бы с ним пошинковался. Слушай, прости, пожалуйста. А ты можешь сейчас быстренько им сказать, что шеф-повар Фёдор Михайлович сейчас всё приготовит и сам лично вынесет в зал? Вот это мне очень интересно. А почему шеф-повар Фёдор Михайлович, а не Арсений Андреевич, а? Я вас умоляюте. Вы себя видели. И чё? А то, что вы и они, это как два козла и букет цветов, по-французски звучит, конечно, красивее, но смысл тот же. Чё ты выпендриваешься? Давай, включай свой заднепривод на натуру и делай ещё отсюда. Спорим, что я с любой из них смогу замутить интрижку. Ты? Я. Давай, на три штуки. Руби канат. Максу звонишь? Не твоё дело, куда звоню. Костя, я понимаю, получилось не очень хорошо, но это случайность. Шла, споткнулась и случайно попала в кровать с Льёй. Ну, вернее, я не знаю, как это произошло. О, здорово, Костян. Я звоню Максу. Костя, подожди, подожди, никуда не звони. Я не хочу его терять, понимаешь? Спасибо. Я спать? Чёрт. Займи три тысячи. И о футболе. В прошлом туре чемпионата России в столичном дерби ЦСКА «Спартак». Да заткнись-то, я знаю. Ты что, не видел, что я хотел сесть встать? И чё? А то, что я хотел здесь встать! Урод! Маргарете heißt das Блюмелеин. Вот, это он из «Сопротивления». Шисан! Костян, ты что, спишь, что ли? А? Да так. Слушай, Костя, ты извини за вчерашнюю, ладно? Я не хотел, чтобы с Ильёй так... Да и с Настей на муравьем нехорошо получилось. Да, всё же нормально. Вот это тебе. Макс, ты не расстраивайся. В смысле, просто пей. А, спасибо. А как там, Сашка? Что, Сашка? Я ничего не видел. В смысле, что? Не дуется? А, ты об этом, нет? Ну, так. Ясно. Так, слушай, Макс. Что? Ничего. Ты что-то хотел сказать? Ну-а. Элло, бэйби. Федор, 3000 рублей. А что ты ей вчера сказал? Я сказал... Дрова. Солнце. Трансформатор. Колбаса. Ах, чергин. А что он сказал? Что-то про любовь, наверное. Я не понял, девочки. Вы что, на гособеспечении? Быстро работать, обрубки. Поперек. А что с ним? Я уже задолбался угадывать, что с ним. Давай примем, что он просто... ...псих. По голове себе постучи. О, Леночка. А ты чего же не предупредила, что зайдешь? А что, нужно обязательно предупреждать? Да нет. Новый аквариум. Да, старый произносился. А ты чего зашла? Вить, одна моя хорошая знакомая хочет организовать французскую вечеринку. Но кто как не ты, лучше всех разбирается в французской кухне. А, ну ладно, пусть приезжает. Нет, она просила, чтобы мы подъехали. У нее совершенно нет времени. Нет, это... Ну, Витя, Витя. И там все. Ну, пожалуйста, пожалуйста. А там меня, ну, и... А так? Да, иди исключение. Вот. Вот. Костя, сделай, пожалуйста, чайник-чай. Привет, Макс. Привет. Слушай, Сашуль, ты прости меня. Извините. Но я все осознал. Конечно, глупо ревновать тебя к Илье. Прошлое осталось прошлым. Ты простишь меня? Ну, знаешь, я обижена на тебя. Но зла не держу. Супер. Это тебе. Спасибо. Саш, давай все расскажем Максу. Что обсуждаете? Так. Так, молоко закончилось. Луи, там какая-то девушка хочет тебя видеть. О, Луи! Это, похоже, вчерашняя дамочка. Я не понимаю, что ей от меня нужно? Да, ну, видимо, ей понравилось. Что понравилось, сэр? Луи просто проводит ее до дома. Значит, ничего не было, да? Oui. Гони три штуки обратно. Какие штуки? Не трогайте! А твоя подруга, она кто? Ну, психолог. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Тамара Ивановна. А вы, Виктор Петрович. Да. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Вы хотели... Ничего не беспокоит. Может быть, вы больше стали нервничать в последнее время? Нет, все нормально. Вы говорили, что вам нужен банкет, да? Банкет? Ну, Елена сказала... Сказала. Е... Подождите. Это что же, Елена Павловна? Значит, вам кажется, что я псих, да? Так, 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 Витя. Ну, конечно! Мне же надо вправить мозги, которые у меня на бекре. Мне их вправить надо. Если тебе дороги наши отношения... Так. Если тебе дорога я, в конце концов, то... То ты сядешь за этот черт в стол! Виктор Петрович, если вы не будете контролировать свой гнев, это приведет к непоправимым последствиям. А что делать? Молчать, что ли? Нет. У меня есть один способ, в котором не надо молчать. Чтение стихов. При каждом приступе ярости вы читаете стихотворение, размеренный ритм которого успокаивает вашу нервную систему. Это идиотизм. А вы попробуйте. Давайте вместе. Ну, например, любое. Буря мглою небо кроет. Ну? Вихри снежные крутя. Ну? Буа. Я знаю. То, как зверь, она заводит, то заплачет, как дитя. Ну вот видите, вам легче. Вы уже не хотите меня убить. Очень хочу, очень. Луи, ты меня, конечно, извини, но эта девушка опять тебя спрашивала. Она до сих пор здесь, мол, я не понимаю, как от нее избавиться. Очень просто. Ты скажи, что ты того. Ну, девочек, не этого. Ее какая-то ромждует. Илю, садись с нами. Слушай, я-то подумал, ты друг Костя и Саша хорошо общаешься. Че нам ссориться, глупо? Мир? Действительно. Че нам с тобой делить? Извините, а Макс, подай соль. Слушайте, мужики, а может мы это отпразднуем сегодня после работы? А че, я не против? Костян, ты как? Макс, подай соль. Костя, Костя. Да, да, да. Давайте отпразднуем мы. Ура! Эй, эй! Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит. Тиран кромсает каплуна, сверкает зимняя луна. Ну ты же просто молодец! А парковаться негде. Луи, извинишься, я отвлекаю тебя от работы, просто я очень соскучюсь. Натали, я должен тебе кое-чем признаться. Я так и знала. У тебя есть девушка. Ну, 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 нет. Ты вообще единственная девушка, с которой я... Единственная? Да. Слава богу. Мужчина. Поэтому между нами ничего не может быть. Я что, такая страшная? Ну, 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 нет. Ты восхитительная женщина, шарман. Тогда зачем ты выдумываешь всякие небылицы? Вчера, когда ты меня целовал, ты делал это как настоящий мужчина. Мальчик мой, а ты что здесь трёшься? Ну-ка, живы на кухню. Мне очень скучно нужно бежать. Это он? Кто? Это твой бойфренд? Нет. Да, это он. И он очень равновидный, ты сама видела, а? И поэтому мне очень скучно нужно и бежать. Ну, за дружбу. За любовь. Я свою отпускаю на юг, теперь сама я пою, теперь сама летаю. А-а-а-а. Давай, давай, давай. А-а-а-а. Е-е-е. А-а-а. У-а-а. Е-е-е. За открытый космос лечу кометы огибая. Кита мечтает, но учу теперь одна местая. А-а-а. У-а-а. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Только улыбайся, улыбайся. Невесомость не поверю. И отдайся. Улыбайся, улыбайся. А-а-а. У-у-у-у-у-у-у-у. Улыбайся. А-а-а. Саша! Саша, просыпайся, Саша! Саша, просыпайся! Ты как? Чего? Охренела, что ли? Чего? Где Макс? Макс, вспомнила про Максу, у тебя совесть есть? Просыпайся! Я не знаю, как это все произошло! Просыпайся! Пить надо меньше, как произошло! Вставай! Я вас выгораживать должен, а вы че? Кость! Знаете че? Короче, я так больше не могу, я все расскажу Максу. Кость, подожди! Подожди! Че, опять в случайность? Саша, Макс должен знать правду. Я все ему расскажу о нас. Я обещаю. Привет. Привет. Че тут делаешь? Носки ищу за меня. Нашу. Блин, че вы меня не разбудили? Опасывай, блядь! Давай, давай, давай! Нет. Я на месте, заказала десерт. Да не волнуйся ты, да, я все выясню, блефует твой кондитер или нет. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Ой, простите. Да? Извините, какой-то сюрприз. Я могу увидеть кондитера и шефа? Минуточку. Спасибо. Макс, ты не занят? Что случилось? Хотела тебе кое-что сказать. Угу. В общем, в тот день, когда ты не пришел домой, я... Гостя в десерте пуговицы нашла. Просит шефа и Луи. Слушай, давай попозже поговорим, хорошо? Идем на себя. Так, за мной. Добрый день. Вы шеф? Да. Не потрудитесь объяснить, что это? Что это? Пуговица. Луи! Укрылья бледные химеры на грубом золоте песка И парус от релистник серый, распятый, как моя тоска. Сейчас я не знаю, как это... Извините, мы все исправим. Спасибо, я сама. Спасибо. Иди, переделывай. Ой, э, из казюма. Наташа, Наташ, в общем, все плохо. То, что он тебе сказал, правда, этот усатый твоему даже стихи читает. Этот шеф изменяет твоему Луи. С женщиной. Ну что, поговорил с Максом? Не поговорил. Что ты ждешь? Иди и скажи ему. А что такое? Это не твое дело. Не мое дело? Да я... Нет у меня лимонов. Нет. Пойдем в холодильник. Дам. Дам. Максим, слушай, тебе не кажется странным поведение Кости и Саши? Ну, если честно, в последнее время они как-то странно все ведут. Вот. И я о том же. Мне вообще кажется, что мой Костик изменяет место твоей Сашей. Да ну. Да бред не может быть. Может. Они постоянно разговаривают друг с другом, держатся за руки, а сейчас мы все вместе пошли в раздевалку. Ну, пошли. Мы так не договаривались, ты обещала ему рассказать. Слушай, ну что ты лезешь не в свое дело, а? Ну тебе что, легче станет? Да, легче. Я не могу брать своему лучшему другу. Или ты ему скажешь, что изменила, либо я об этом скажу. Значит, ты меня изменила? Макс, я все объясню. Макс! 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 Перестань! За что? Он еще спрашивает, за что? Вы что орете? Костя мне изменяет, он переспал с Сашей. И Костя тоже? Подождите, стоп. Тишина. Я же все объясню. Ты, кстати, тоже. Да не тоже. Саша изменил тебя с Ильей. Я давно тебе об этом хотел сказать. Зашибись. Кто еще не переспал с Сашей, а? Что здесь происходит? Что случилось? Шеф, этот гозел с Сашей переспал. Тихо! Без оскорблений. Это правда? Вы, конечно, друг друга стоите. Вы только его послушайте. А сам? Сам, значит, встречается с Луи, а спит с другой женщиной. Вы же себе позволяете, Витя, кто это. Вы, женщина, кто? Что вы тут несете? Зачем вам Луи? Отдайте его мне! Сейчас я все объясню. Что-то мне это все напоминает. Я сейчас вам всем объясню. Это кухня! А вы тут портель устроили! Имбецилы обнаклеточные! Ах вы! Ах вы! Поразиты! Недорожен! Да черту твое спокойствие! Ну, знаете ли, Витенька, ты настолько эгоистичен, даже не пытаешься измениться. Каждый необдуманный поступок в нашей жизни – это бумеранг. Который неизменно возвращается и больно врезается в лоб, пытаясь вбить в нас житейскую мудрость. Но даже после этого мы зачастую не делаем выводов. Мы встаем, потираем ушиб и запускаем бесконечные стаи бумерангов снова и снова. Ну что, Виктор Петрович, штраф 5000 рублей. Что? По-моему, лучше запускать воздушные шарики. Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Знаете что? Наверное, устали. Езжайте-ка домой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok